всем привет дубки на связи ой что-то прям этом подмерз подмерз пока выносил навоз из сарая два дня что-то прохладно было и я решил старая не студить просто к стенке сарая навоз прикладывал сегодня так морозы помягче минус 5 а то до этого и до минус 9 было ночью не вывозил и пока вот в бочке наливалась вода из дома шлангом я навоз вывез она тоже не спрашивали как паение организованного так вот и организованного будет две бочки в сарае стоят 200 литровые вот наливаю их и примерно на два дня хватает два полтора вот так когда больше пьют когда меньше коровы много пьют когда они дойные козу много пьют когда дойные в организме идет ускоренный обмен веществ за счет того что организм производит молоко и соответственно организму на его воспроизводство на обменную энергию требуется больше воды и пьют больше дойные коровы на пике когда дают довольно много молока больше 100 литров иногда выпивают сейчас коровы пьют мало ну примерно до 40 литров в день когда 20 когда 40 литров за день да кто как козы вот их там сколько 67 голов они в день выпивают литров 12 а то и того меньше да ну кур и утки там по мере необходимости подливаю зимой когда и снег и утки и гуси в основном даже и не пьют а снегом утоляют жажду только утром когда прихожу ставлю теплую воду чтобы клюва не прополоскали ноздри прочистили вот такие дела с поением у меня обстоят дела стоят дела обстоят дела масло масляное рябинка я ягодка моя моя ягодка моя ягодка молочко ждет ждет молочко мне сказали не приучать тебя поить молоком сразу после дойки а то ты потом при виде подойника верещать начнешь вот она пока ждет тихо у нее в наличии всегда есть комбикорм также я как прихожу сразу наливаю ей тепленькой воды попить ну а молоко я не даю уже как бы как дополнение замерзла что это потрясывает и и ей сейчас все на тебе добавлю что ты все не зарывалась из пола котенька ягодка говорят растет 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 действительно я ее принес она какая-то вообще малышка была сейчас он прям уже мой что ты что голосок прорезался хочется хочется как хочется сил нет сил нет сил нет сил нет сил нет сил нет терпеть как молоко хочется идет на пейдет на пейдет на пейдет на нет не грызи по кормлению были вопросы кого и чем я форму вот ячмень это я для разнообразия козам купил потому что они у меня в основном тоже универсальный комбикорм ели чисто так знаете побаловать чтобы у них что-то иное было в рационе ячмень цена ячменя у нас 18 рублей за килограмм здесь в дубках из зерна я в основном беру только ячмень овсом не кормлю мне не нравится удой и кос на все и либо ячмень либо немножечко кукуруза добавляю процентов 10 от общего объема на голову кормлю зерна хуража кило-кило 200 на 1 но естественно не за раз а за два-три кормления они по норму съедают получается либо 600 либо 400 грамм на голову за раз все это один раз взвешиваю смотрю сколько это визуально там грубо говоря в ведре и потом уже естественно каждый день есть ничего не перевешиваю ведро зачерпываю на глаз ну как норму и как бы рассыпаю вдоль борта не за кур и кур я уже больше года кормлю мега кормом комбикорм либо наш корм крупка дорогой 1025 рублей за 25 килограмм мешок стоит но у меня мне нужен результат на этом комбикорме меня полностью устраивает результат потому что я пищевое яйцо практически не продаю очень редко у меня в основном все лицо идет как инкубационная и мне надо чтобы его было в достаточном количестве без перебоя соответственно инкубационное яйцо дорогое и соответственно я могу себе позволить кормить курт дорогим комбикормом потому что обычно меня тыкают носом в рекламу что типа я делаю рекламу мега форм ничего не делаю у меня на него небольшая скидка 7 процентов как малый опыт его покупаю как желтая цена называется просто я общаюсь с одним из учредителей как бы торговой марки доброкорм и как бы вот он мне дал эту скидку как бы рекламировать он меня не просит он даже рамки мои смотрят по моему для поросенка вот такой форм тоже мега форм это старт для поросят тоже дорогой 1175 рублей 25 килограмм но это чисто для поддержания вот на первое время потом тоже она у меня будет на универсальном комбикорме обычно я свиней держал это вот поддержать поросенка задать скажем так старт для развития организма чтобы хорошо росла развивалась здесь с витаминами с микро-макроэлементами ну поэтому и два года кстати когда покупаете такие комбикорма стартовые всегда смотрите сроки годности потому что здесь такие витамины они скажем так быстро разлагающиеся и чтобы срок годности не прошел чтобы корм был но действительно толковым обращайте внимание на сроки годности стартовых комбикормов ну вообще всех ну и вот для остальных и животных для коров гусей такой комбикорм пускай корма цех делает по нормам на корову надоенную примерно даю 6 7 килограмм но тоже за два раза то есть за раз либо три либо три с половиной килограмма вот один раз отмериваю и визуально уже знаю кому сколько давать у поросенка комбикорм всегда в наличии и должна быть всегда в наличии вода на воду она выливает поэтому вода не всегда я ей с утра даю прихожу сразу воду она пьет тепленькую вот потом пока я какие дела делаю а комбикорм в наличии у нее всегда куриный комбикорм 130 грамм на голову тоже примерно считаю сколько у меня в хозяйстве кур умножаю на 130 грамм на голову тоже визу один раз взвешиваю смотрю сколько это визуально и потом уже черпаю все даю на глаз каждый раз ничего не взвешиваю перевешиваю и чего вот все сено повыш выливала из кормушки мандося ты чё это все покупное деловая выкидывала я не на халяву досталось куплено чё ты там все выбираешь тут же ли лишь доброе утро привет звезда youtube интервью где можно взять как вам спалось как живется не обижают ли вас так ты меня не ешь сама знаешь у меня фобии насчет свиней ты тут еще будешь мне их развивать тише не газуй давай будь хорошей свинкой да и не вякой может ее дрессировать начать а ребят кто-нибудь видел дрессированных свиней на ютубе помните мультфильм каштанка там была дрессированная свинья боюсь не ешь меня эти сказал не ешь чем ты это делаешь видите я преодолевая страхи держу свинью прям это из излом моего характера происходит пока будем гладить бока будем гладить до девочка моя моя зайчика моя ягодка комбикорм лежит что-то на как-то это стоп поскольку его жует не голодная да давай сюда давай вот видите все дрессировка пошла розетка ты розетка твоя пип 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 да не ешь меня я тебе сказал не ешь ты ты делаешь я прям сам себя не узнаю до душа хорюса 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 хорюша маша хорченко просил тебя погладить вот она за ухом просила маша видишь глажу это привет тебе из откуда станет шкушов суда не помню от самого лучшего про завода в мире машинка просила тебя погладить все ваши видишь сделано просили козла показать поближе и что-нибудь про него рассказать ну вот никак не могу его нормально в кадр взять какой-то он вот в лажовой визуально ты не лезь отойди козел и письки чистопородный от заводчика казинская или михайловна из самары завезенный отец его внесен в базу данных а дга это американская база учета племенных коз то есть все там чем чинарем мать его тоже чистопородная альпийка но она от ранее ввезенных в россию альпийских коз первое ну одна из первых скажем так альпийских коз в россию везла маркелова наталья николаевна по моему не буду точно врать ну маркелова короче и у маркеловой в свое время вот ирина михайловна казинская покупала коз и в других местах она тоже покупала племенных козлов вела такую так стой нормально не газуй так ну ты что взялся мудрить а такой хороший у тебя характер доброжелательный нет вот ты на камеру дуркуешь а подумают что ты дурачок у меня хороший спокойный доброжелательный козел вот он злится что я его коротко привязал он стоит с козами в общем загоне но на веревке веревка у него полтора метра тоже бывают у него конечно моменты когда он начинает докапываться до коз и чтобы они могли от него скажем так отбежать чтобы не давал не домогался он до них сильно как бы вот они в курсе туда вот в эту сторону в загон уходят и как бы и он двигается довольно большой у него радиус такой веревки получается движение и как бои с козами вместе отдельно его куда-то девать это принципе можно у меня там пустой загон туда бы его можно заграть ну это там надо сначала предварительно почистить а вот тут большой загон место всем хватает и как бы и все вместе мне проще за ними ухаживать кормить поить да ну ты же у меня котика ну что ты ну что ты ну знаете вот как только начнешь снимать вот вечно у них какие-то косяки в поведении то не чихать начинают то кашлять то гадить то еще чего-нибудь возьмутся вот эти вот мимо него сколько раз хожу он вот станет на забор прям что ты фотомодель фотомодель только достанешь фотоаппарат из кармана по фотоаппарат но телефон все начинается у него шила в одном месте ерзать крутится мать у него ганя урины михайловны в одноклассниках есть альбомы на всех кос на всех козлов отец у него бил то есть он от пары ганя бил ну давай давай еще о чем покрутись давай повыеживайся пусть все увидит какой ты дурачок стыдно может тебе будет ростом он не крупный когда или михайловна продавала кос она предлагала мне на племя другого козла но вы знаете мою любовь к окрасу санго и как бы я говорю нет пусть поменьше но как бы но нужного мне цвета какая разница генетику он все равно несет своей матери и своего отца поэтому ну не получился ростом как говорится да чушь теперь у меня от него две дочери пока еще не дойные это кнопка youtube к вот козы сараби и в этом году у меня им покрылась только коза саната некази то есть ремонтные козочки у меня покрыты новым ремонтным козлом букетом балда ты балда их ты чудо миська миська мой миська котик мой мне все пишут у тебя все котики и бык котик и козел котик и и коровы котики к эти да у меня все котики я вам больше скажу вы подписчики у меня тоже котики я когда смотрю статистику просмотров на канале там кого-нибудь ролик набрал много просмотров я говорю вы молодцы мои котики ролик хорошо посмотрели вредина чуть тебя взять